МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главных темах выпуска. Это просто следствие халатной работы технической службы. Больше здесь ничего нет. Кто виноват? Ответственного за техногенную аварию на Ахинской ТЭЦ должны назвать правоохранительным органом. Ликвидация последствий продолжается. В 100 дней на мели съемочная группа нашего дня подготовила экскурсию по танкеру «Надежда». Здесь каждый себя может почувствовать немного мореплавателем, потерпевшим кораблекрушение. Масленичная фотосессия в ярких красках. Блогеры сайта АСТВ.РУ с размахом провожают зиму. И главный сахалинский марафон. Лыжные гонки памяти Игоря Фархуддинова провели на острове. Все друг друга пасли таксически. Но уже разборки были на последних буквальных километрах. В Ахе в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия аварии на местной ТЭЦ. Уже известно, что ее причиной стали ошибки энергетиков и ремонтных бригад. Виновных определит прокуратура. Уже понятно, что это одна из серьезнейших коммунальных аварий последних лет, когда без света, воды и отопления в 20-градусный мороз остались тысячи людей. О том, как велись аварийно-восстановительные работы в праздничные дни, наш первый сюжет. Все праздничные дни аварийные службы занимались ликвидацией последствий поломки на Ахинской ТЭЦ. Многие женщины из северного города 8 марта мечтали только об одном – чтобы в их дома пришли вода и тепло. Нет воды. Нет. Тепла нет. Вода из-за порыва труб сковала деревья сказочными узорами. Но не до оценки красот было руководство области. Губернатор лично проверил, как идут восстановительные работы. Без света в день аварии оставались 20 тысяч человек. Без воды и отопления – более 13 тысяч. Пока светло, займитесь там. Резина, значит, дальше жесть и скрутите. Там ничего сложного нет. Хорошо? Давай. Я проеду ночью, гляну. Оперативные службы работали в круглосуточном режиме. В половине города перемерзли трубы. Вчера вот такой-то ночью. И сегодня утром вышло, я опять ночью, видите, уже вечер, а все было. Света воды не было до пяти утра. А так, в принципе, нормально. Газ был. В одном из самых важных медицинских учреждений АХИ в родильном отделении температура воздуха 17 градусов. Благо, в эти дни никто не рожал. В палатах плюс 25, благодаря обогревателям. Ну, если дома холодно, так лучше здесь полежите. Ну, да. А дома холодно пока еще? Ну, да, еще отопления нет. Благо, что вода есть, но отопления еще нет. В этой поездке принято решение приобрести для социально значимых объектов АХИ резервные источники энергоснабжения. Ведь их в районе почти нет. Кроме водозабора, запасные мощности получат детские сады, школы и больницы. Продолжают в городе разбираться и в причинах техногенной аварии. Отправной точкой стал ремонт на самом деле исправного выключателя-трансформатора. На оборудовании возникло замыкание. После этого руководство станции решило запустить резервные источники и снова допустило технические промахи. Цепочка ошибок энергетиков привела к полной остановке Ахинской ТЭЦ почти на сутки. Это же, это просто следствие, значит, халатной работы, технической службы. Больше здесь ничего нет. Никаких здесь сложностей-то нет. Никаких там каких-то супермудрых решений тоже нет. Просто, значит, отсутствие какого-то контроля надежного. Позже на заседании Олег Кожемяка потребует провести должное служебное и прокурорское расследование, чтобы выявить виновного и взыскать с него финансовые потери. Виновные должны быть наказаны. Самое главное, чтобы этот урок не повторялся в последующем, чтобы последствия таких действий, неправильных со стороны и руководства Ахинской ТЭЦ, в последующем не применялись. По последней информации, все дома и социальные объекты Ахи подключены к централизованному тепло- и водоснабжению. Но остаются частные заявки по отдельным адресам. Из-за мартовского потепления на южно-сахалинских крышах начала скапливаться наледь. Чтобы кровли чистились вовремя, администрация областного центра проводит регулярные проверки. В первую очередь на оживленных улицах. Коммунальщики сбивают сосульки при помощи автовышки. Для выполнения более сложных работ управляющие компании будут привлекать промышленных альпинистов. За борьбой с налезью следят сотрудники управления мониторинга городского хозяйства. За несвоевременную расчистку должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей, а управляющие компании – до 50 тысяч. В основном все управляющие компании адекватно реагируют на наши замечания и требования. Потому как понимают, что сосульки представляют реальную угрозу для жизни людей. Поэтому при обращении нашего отдела, управляющие компании, обычно сосульки убираются в тот же день или на следующий. Сто дней прошло с момента выброса на мель танкера «Надежда». Работы по откачке топлива завершены. Дорога к судну построена. Но на этом работы и встали. Местные жители беспокоятся. Останки танкера могут превратиться в один из памятников, которые десятилетиями ржавеют на мели. Несколько дней назад рабочие покинули танкер. Сейчас он абсолютно пуст. Надпись на судне предупреждает не о вреде курения, а о пожароопасности объекта. Однако проникнуть сюда можно без особого труда. Дорогу к танкеру преграждают только ворота, которые легко обойти. А вот пробраться на капитанский мостик не получится. Середину судна перехлёстывают волны. Залита водой и нижняя палуба. Здесь каждый себя может почувствовать немного мореплавателем, потерпевшим кораблекрушение. Вокруг открытая вода, ветер, немного штормит даже. В общем, ощущения непередаваемые. Правда, посетить с экскурсией корабль желающих немного. Пока. Почему судно находится в относительно открытом доступе, хотя представляет собой немалую опасность для детей и подростков, в Невельском порту ответить не смогли. Дело в том, что эта акватория по российскому законодательству не находится в юрисдикции порта. А в администрации района пытаются воздействовать на судовладельца письмами. Нами написано письмо на имя судовладельца с требованием приступить к утилизации судна. И в том числе нами также написано письмо на имя судовладельца об срочной организации охраны этого объекта. Также, по словам сотрудников администрации, пока объект контролирует полиция. Правда, местные жители сильно сомневаются в эффективности такого контроля. Раз в несколько часов. А гром грянет. Летно начнется, гром грянет. Обязательно грянет. Потом будет поздно. А вот эта мазута, она все равно легла на дно. Я больше в море 30 лет отходил. Я знаю, что это такое. Именно мазута. Не дистопливо. Дистопливо, ладно, она вся вот здесь на берег. А это все упадет, вода начнет греться. Температура, она пойдет наверху. Да естественно. Я еще поражаюсь, что пожара там нет. Слава Богу, что этого нет. Тем временем, ответственные за ситуацию с танкером «Надежда» люди и вовсе ушли в тень. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде штрафа. От 100 до 300 тысяч рублей. Однако обвинение судовладельцу так и не предъявлено. И в числе обвиняемых он пока не рассматривается. У меня всего лишь 72 фильма за плечами. Так иронично начал свою беседу с журналистами известный советский актер театра и кино Николай Дупак. Артист впервые приехал на Сахалин по приглашению губернатора региона. Он был режиссером легендарной Таганки. Во время своей поездки на остров собирается встретиться с творческим коллективом Чеховцентра и студентами колледжа искусств. И в общем, вот несколько дней я хотел бы пообщаться с удивительными и интересными людьми. И все, что можно ответить на все вопросы, отвечает Дупак. В самом разгаре масленичной недели время печь блины готовится к проводам капризной и затяжной сахалинской зимы. Блогеры сайта АСТВРУ подошли к традиционному русскому карнавалу творчески и организовали яркую фотосессию. Что из этого получилось, расскажет Анна Че. Молодой человек, уйдите с кадра. Задумали, воплотили и не прогадали. Фотоснимки получились колоритными и жизнерадостными. Улыбки самые искренние, веселье, настоящее. Еще бы, это же русская масленица. Участники фотопроекта готовились к мероприятию основательно. Пекли блины, закупали баранки, добывали самовары и шили костюмы для себя и своих детей. Мама надела мне юбку и щеки мне накрасила. Мы дали клич, что ребятам, давайте сделаем большую фотосессию. Именно пользователи сайта АСТВ. Многие согласились и начали сыпаться вопросы, что с собой приносить, какой антураж, что будем делать. Кто-то порылся по закормам, нашли старые ложки, платки бабушек, прабабушек, самовары, икру, блины, неотъемлемую часть. Ну и вот всем миром сделали весь этот антураж. Активные блогеры АСТВ.ру, известная под ником Куку87, Алена Николаева и Илона Анн, подарили читателям сайта прекрасный праздник, объединивший приход масленицы, женский день и начало весны. Среди кристально-белых сугробов масленичный карнавал получился потрясающим и ярким, а фото – восхитительными и уникальными. О таких кадрах мечтает каждый фотограф. А потом, 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 а потом бегом, бегом, а потом быстрее, быстрее, чтобы было веселее. Фотографами на нынешней фотосессии выступают две девушки, это Илона Анн и Алена Николаева. Они не раз выкладывали какие-то свои фотоподборки с фоторепортажа у нас на сайте. Вот именно у них возникла идея сделать такую фотосессию, причем привлекли к ней и наших блогеров, и пользователей сайта АСТВ. Авторы праздничной фотосессии, сами того не подозревая, достигли еще одной цели – сделали дружные семьи еще крепче. Масляно-масленица, мы зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Масляно-масленица, мы зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. И сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». Южно-сахаринским спасателям этой ночью пришлось бороться с огнем в киоске на улице Пуркаева. С пожаром справиться удалось довольно быстро, но помещение пункта питания основательно повреждено. В том, что речь идет о поджоге, у сотрудников МЧС и полиции сомнений нет. На месте были обнаружены следы взлома. Ущерб от пожара еще подсчитывается. Владельцев торговой точки ждут в инспекции государственного пожарного надзора. В Паранайске вынесен приговор 29-летнему местному жителю за убийство своего родственника. Жертвой тяжкого преступления стала родной дядя подсудимого. Суд установил, что в августе 2015 года, после злоупотребления спиртными напитками, на почве личной неприязни, подсудимый решил совершить убийство своего родственника. С этой целью он взял в кухню нож и нанес ему удар в область груди справа. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия. На суде обвиняемый раскаялся и сказал, что во всем виноват алкоголь. Сахалинец отправится в справительную колонию строгого режима на 8 лет. Следственный отдел юно-сахалинской родственники разыскивают без вести пропавшую Абдурахим Кызы Маликахон, 1999 года рождения, уроженку республики Кыргызстан. 7 марта она вышла из дома в магазин и до настоящего времени о ее судьбе ничего не известно. Пропавшая была одета в черную безрукавку из искусственного меха, черные штаны, черные галоши, на голове красный платок с камнями. Всех, кто видел пропавшую или располагает достойной информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 27-69-00. Конфиденциальность позвонившим гарантируется. Хорошо отпраздновали и лишились водительских прав. Более полусотни юно-сахалинских водителей в ближайшее время станут пешеходами. Это итоги рейда, который на улицах города сотрудники госавтоинспекции провели в праздничные дни. На этот раз за руль в состоянии опьянения сели 27 горожан. К сожалению, среди нетрезвых водителей оказались и представительницы слабого пола. Напомню, в данный момент за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении этого же правонарушения водителю грозит уже уголовная ответственность. Более 400 участников в этом году собрал международный лыжный марафон в памяти Игоря Фархудинова. Спортсмены стартовали сразу с трех точек на дистанции в 50, 30 и 5 километров. Подробности в нашем репортаже. Раннее утро. 210 человек стартуют из лесного. Среди них и губернатор Олег Кожемяка под номером 29. Впереди 30 километров. А погода тем временем начинает портиться. Амуниция лыжников, легкая ветрозащита и термобелье. Через считанные минуты спортсмены скрываются из вида. Один из самых сложных участков трассы – подъем на перевал. Он вроде вот-вот, сейчас уже верхушка должна быть, обманчиво все. Чуть раньше стартовала группа на дистанции 50 километров со стадиона в Южно-Сахалинске. Здесь же, на окраине города, на базе школы зимних видов спорта, проходят соревнования для малышей. Самому юному участнику марафона 4 года. Несмотря на возраст, мальчик уже знает, что нужно делать, чтобы набрать скорость. Сделав круг, малыши финишируют. Первый километр за плечами. На старт выходят девушки. Их дистанция – 5 километров. Вкус победы на этот раз почувствовала Ульяна Николова. Девочке 13 лет. Радость такая. Борьба же идет на трассе очень большая. Ты пересекаешь радость, усталость. В гонке на 5 километров среди юношей победу одержал Роман Азнагулов. Сработала тактика молодого человека – поберечь силы в начале и ближе к концу выложиться по полной. Стартанул в таком среднем темпе примерно. Там уже на километре на втором начал добавлять. Уже убежал от конкурентов от всех и уже пошел в своем темпе в рабочем. Здесь же должны финишировать и спортсмены, которые встали на дальние дистанции. Участники соревнований и болельщики во время ожидания главных героев марафона согревались чаем и укрепляли силы солдатской кашей. Сварили гречку, добавили тусонки, добавили пассировочки. Это там лучок, морковка. Ну, чтобы все вкусно получилось. Через 2 часа 10 минут после старта и преодолев 50 километров, на финиш приходит спортсмен Никита Хаян. После преодоления заветной черты силы покидают лыжника. Шли все друг друга пасли тактически. Но уже разборки были на последних буквальных километрах. Поэтому спуск был большой. Приходилось очень много работать даже на спуске. Не отдохнуть, не посидеть, ничего. Приходилось все время работать, ногами толкаться. Никите достается главный приз марафона – 70 тысяч рублей. Но лыжники продолжают пребывать. Первым из группы на 30 километров приходит Иван Кустов, житель Ноглик. Доли секунд отделяют его от Александра Пальникова. Немало аплодисментов срывает и губернатор Олег Кожемяка. В интервью после пробега он говорит о бесплатных 3000 пар лыж для сахалинцев. И первый комплект по 50 уже поставили в районе Газпром. Предоставляет нам лыжные базы. Поэтому условия мы все создали. Сахалинцы, куличане любят лыжи. Поэтому их можно бесплатно взять в прокат, покататься. Что еще может быть лучше в зимнее время, значит, хороший отдых, здоровый образ жизни. С каждым годом количество участников лыжного марафона только растет. В этом году среди них были замечены жители Шотландии и Канады. А количество спортсменов подбирается уже к отметке 500 человек. Лед, высота и адреналин. Второй ледовый фестиваль в Бухте Тихой провел клуб «Бумеранг». Попробовать свои силы на отвесной скользкой скале могли даже дети. Специальным гостем фестиваля стал опытнейший альпинист, покоритель всех восьмитысячников земли Денис Урубко. Бухта Тихая в Макаровском районе – одно из красивейших мест острова. Она привлекает туристов в любое время года. Зимняя Тихая славится разнообразием ледопадов, и именно поэтому второй год подряд здесь проходит ледовый фестиваль к вершине. Это идея ребят из клуба «Бумеранг», которые с удовольствием поддержали туристические сообщества и спасатели отряда имени Полюкова. В этом году мы решили провести фестиваль два дня – 6 и 7 марта. Мы несколько лет пытались проводить соревнования, но пришли к тому, что в соревнованиях в основном участвуют одни и те же люди. И для того, чтобы привлечь новые лица, новый народ к этому виду спорта, мы решили провести фестиваль. Специальным гостем фестиваля стали Денис Урубко – высотный альпинист, мастер спорта международного класса. За его плечами все восьмитысячники планеты. Денис предпочитает совершать свои восхождения без кислорода. Начинал альпинизмом, я занимался здесь, на Сахалине. Я ходил по горам рядом с городом Южно-Сахалинском. Моя задача, чтобы тот опыт, который я встречал в других странах, в Европе, в Непале, в Центральной Азии, чтобы мы все это могли поделиться друг с другом, помочь как-то, организовать вместе какие-то мероприятия, чтобы из Европы приезжали сюда люди, смотрели, что такое Сахалин. Сахалин, а наоборот, туда. Вот этим я сейчас и буду заниматься. Вместе с Денисом на фестиваль приехал альпинист из Приморского края Александр Краснолодский. У нас в Приморье в находке заливается, искусственно заливается подобная конструкция на скалах. Чуть-чуть побольше и покруче, но все равно как бы очень похоже. Мы там проводим соревнования, и вот я приехал посмотреть, как здесь все проходит. Организаторы фестиваля приготовили несколько трасс разной сложности, дав возможность попробовать свои силы новичкам и, конечно же, детям. Я первый раз, но я думаю, что здесь труднее, чем вон там, потому что здесь нет дырочек, а там есть. Я думала, что легко, но оказалось, нет. Лазанием по ледяным стенам участники фестиваля не ограничились. Они поднялись на пик смелые, прогулялись к останкцу сфинкс и просто любовались красотами бухты. Каждый из участников рассчитывает, что ледовый фестиваль станет доброй традицией и будет проводиться каждый год, и собирать еще больше и больше желающих покорять ледопады. И это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!